Хорошо, хорошо, давай, это не подойдет. Красивый кружочек сделали, растянулись. А теперь встаньте. Вот, отлично. А теперь дело немножечко шаг в сторону. Вот, сюда, 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 сюда. Куда, Вадя? Вадим! Спасибо! 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 Молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте себе еще раз похлопаем, за то, что вы так классно. Рим, все, продолжаем играть дальше? Доброго дня, дети. Доброго дня. Дайте, будь ласка, оцінку вашому спортивному майданчику. Як вам тут? Все супер. Дуже добре. А що ви тут робите? Тренеруємося кожен вечер. А що саме ви тренуєте? Різні трюки. Стритворкаутом займаєтесь. А багато вас? Ну, на багато. Доволі немало. Ну, десять, двадцять приходять? Так. Хто у вас тут самий головний? Кажетесь собі режисер. Немає головного. Так. А що ви можете показати нам на турніках? А ну давайте. Колесо. А можна накачать матрас? Можна матрас накачать. Батут можна накачать? Ну, давайте покажемо. Раз, два, три. Молодцы. І зараз с помощью песенки ми знаємо, що можна разкачать, накачать і прокачать. Ого. Молодцы. Молодцы. Д Chape lui шт toujours топиемо. На дві штать три. А тепер ми себе придаємо. ОP-ОP, накачать! Щ Blade! Як у вас звати? Диана и Диана. Так идея. Як у вас соннастрій? Гарний. Вы уже играли в садковой программе? Недавно пришли, да. Ну и как? Классно. А где вы проживаете? На Цижинского 15. Это ваш район, да? Ну, как вам такая новая площадка? Дуже нравится, много детей, друзей, много качелей, очень классно. А хорошая качество качелей? Конечно, перевертаться добре, разные элементы. Ясно. А вы тут не сметите? Нет. А что бы вы передали всем жовтовойцям и предприятиям, которые сделали, чтобы у вас был майданчик? Дякую вам, хорошего настроя. Дякую, что у нас есть такие люди, которые смогут сделать эту площадку. Доброе, дякуем и вам. Ха вам тут будет интересно играть, новые друзья у вас нехай тут появляются. Спасибо, девчонки. Доброго дня. Как вам тут, подобается? Ну, нормально, детям нравится. А как вы оцениваете качество майданчика? Неплохое, хорошие тут районы, вообще хорошо. Большое сюда сходится? Да, много детей вечером особенно. А что бы вы передали всем, кто это сделал для вас? Ой, здоровье, счастье и все, благополучие. То есть вы задоволенны результатом? Да, очень задовольны. Спасибо вам. Доброго дня. Доброго. Как вам сегодня? По-русски, скажите богу, прелесть, класс. Ну, а что еще надо? По сравнению с тем, что планировали магазин, я считаю, вот это намного лучше. Так что не зря люди голосовали, переживали, чтобы была площадка. Вы можете сейчас сами подивиться, что тут делается. Тут и внуки наши, и дети отдыхают, и, вы знаете, если честно говоря, я не знаю, что сказать. Ну, вот это, по сравнению с тем, что делается на Востоке, это вечно нам по славе таки. Так что, что могу сказать. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Відпочивайте. Да сейчас будем идти відпочивать. Как вы, не шкодуете, что побудовали вам майданчик, а не супермарк? Ни, не шкодуемо. Спасибо, дуже великое. Детям тут нравится, нам нравится відпочиватися з детьми. Ну. А как вам сегодня? Сегодня очень интересно. А хотели бы, чтобы еще такие заходы проводились? Да, мы только с соседкой сидели, обговорили это вопрос. Как бы, больше таких. И можно было бы еще, хотя бы, еще один майданчик, такий, ближе туда, до наших домов. Дякую. Передамо. Прочистое открытие уже начинается. Начинается. Иниціативная группа складывается с Мавродио Александром, Кореуллин Сергеевым и Шпак Олегом. Восновлю подяку усім, кто принимал участь в создании и размещении детей и спортивного майданчика для детей. Иниціативная группа – это строймаркет «Квадратный метр» Мавродио Александр, бизнес-сентр «Монолит» Сергей Кореуллин, магазин «Будмаркет», магазин «Стройка», «Ходзаика», магазин «Авангард», «Костянтинов», магазин «Будапешт», «Зінченко», «Аталя», магазин «Прометей», «Поновалюк», магазин «Стройитель», «Сумский», магазин «Фаворит», «Забарова», магазин «Міні-будмаркет», «Могульов», магазин «Дом-Сад-Город», «Несін», поп «Саидова», магазин «Мирвікон» и «Творей», поп «Амельянченка», магазин номер 29, поп «Загинайко», магазин «Глобуш», «Голуб», магазин «Третий повер», поп «Чумак», поп «Білий», ПП «Центр технологій ЗАК», «Гайдай», поп «Гайдай», «ВГ-3В», поп «Васюта», ПП «М'ясна фабрика «Джаз», поп «Вієнко», поп «Галяс» та поп «Бухтіяров». Да мне рассказыла Володинка, как целовалась метро. Они не верят все равно, они не знают, что такое любовь. Что, что, что такое? Бам-бам, не открою. Что, что, что такое? Что такое любовь? Бам-бам, не открою. Бам-бам, не открою. Бам-бам, не открою. Что, 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 что такое? всей громадой этого микрорайона добились вместе. Я считаю, что это первое событие, знаменательное у нас за последний, буквально год, наверное, да. Вы помните все, что как начиналось со сложностями это все мероприятие. И мы все-таки доказали, люди, местные жители, что мы вместе сила, что мы можем управлять своим городом и своим руководством этого города, скажем так, исполкомом. Если мы захотели здесь сделать парк, мы сделали. И мы теперь видим, ради чего мы старались. Посмотрите, сколько счастливых детей, улыбок. Теперь мы понимаем, ради чего мы это все затеяли. И я считаю, что это правильно. Хочу всех поблагодарить жителей, которые были небезразличны, которые помогали нам, которые приходили на уборку, на субботники, которые ходили на голосование, голосовали на заседания. И попрошу всех жителей быть небезразличными. Это мы все сделали предприниматели, как исполнители выступили. То есть громада захотела, мы имеем возможность помочь. Мы объединились предприниматели, которые в реальной жизни являются между собой конкурентами. Но ради общего дела, общего блага, все объединились и общими усилиями добились того, чего хотели сделать. И сделали для вас, люди. Поэтому я бы, конечно, хотел попросить вас не оставаться безучастными к этим площадкам. Прикатить на субботники, поливать эти деревья, которые выроснут, будет из тенёв. Следить за порядком, то есть не разрешать там плохим людям ломать это всё или портить. Вот это всё наше общее и для наших детей сделано. Я хочу также поблагодарить всех предпринимателей, которые помогали мне и нашей институтной группе. В буквальности, я не буду сейчас прорислять детям, это неинтересно. И призывать других предпринимателей. Ребята, ну не жалейте денег. Деньги это не главное в нашей жизни. Главное это вот наши дети и здоровье. И пусть они здесь гуляют, резвятся и растут здоровыми и богатыми духовно. А деньги это такое дело придут со временем. Поэтому у нас в городе две тысячи предпринимателей почти. Объединяйтесь. Ну если вам каждый по мере сил сбросится хоть по чуть-чуть этих денег, то мы сделаем из нашего города просто сказку. Это вот начало, оно положено. Место у нас тут позволяет. Хотите, добавляйте сами ещё какие-то объекты для игр детских. Не жалейте этих денег. Пусть дети отдохнут и поиграют. До слова запрошуется язык Наталья, магазин Будапешт. Сказать очень большое спасибо всем жилтоводцам, неравнодушным, которые в прошлом году пришли всё-таки на те громадские слухания и отстояли здесь парк. Если бы вы тогда не пришли, не было бы парка. Не было бы сейчас этих бы площадок ни спортивной, ни детской. Просто вам спасибо, что вы не остались равнодушными. Спасибо предпринимателям, всем-всем, кто тоже откликнулся, кто дал деньги, не пожалел для нашего города. Я думаю, сейчас немножко пришли другие времена. И мы с вами вместе можем очень многое. Если мы вместе будем также объединяться, отстаивать свои интересы, у нас будут и детские площадки, и парки, и лучшие изменения в жизни в нашем городе, в нашей стране. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие желтоводцы. Я всех поздравляю нас, жителей нового микрорайона, с праздником открытия детских площадок, которые обещали предприниматели сделать. Напомню из истории, как все начиналось. Хотел наш народ здесь видеть парк детский, а не гипермаркет стройматериалов. И изъявили такое желание на громадское имопытывание. И предприниматели поддержали жителей этого микрорайона. И выступили с инициативой создать, чтобы был не просто парк зеленка, а создать объект, то есть две детские площадки и одну спортивную площадку. Ну, много было скептиков у нас, много было противников. Говорили о том, что и создаются рабочие места с этим гипермаркетом. Ну, это у всех есть свое мнение. Мое мнение такое, что мы поступили правильно. И это видно вот сзади меня, сколько мы осчастливили людей и детей, убрав этот гипермаркет отсюда. Я думаю, что ему не место просто в парке. И даже те рабочие места, которые были бы созданы, там 50 человек, пусть рабочих мест. Это не войдет ни в какое сравнение со здоровьем детей и радостью их. А рабочие места, я думаю, мы сохранили тем, что не дали здесь постоять. То есть много предпринимателей остались работать, оставили своих работников, которые у них работают, никого не уповольняли. Сейчас и так у нас экономическая ситуация проблемная. Нам еще гипермаркета не хватало в городе. У нас есть свои точки торговые, которые оставляют все доходы в нашем городе. А гипермаркеты, они только выкачивают с нас деньги. Поэтому я считаю, что мы правильно поступили. И что хочу еще сказать? Хочу сказать, что вот посмотрите, это только маленькая часть нашей громады. Да если наша громада будет объединяться, если будет требовать от власти какие-то изменения в положительную сторону, мы можем добиваться. Потому как это вот пример. Надо не сидеть дома на диване, надо подниматься, идти и добиваться своих желаний, прав. И то, за что мы платим налоги, деньги. Требовать от власти каких-то действий конкретных. То же самое касается предпринимателей. У нас город предпринимателей. У нас почти 2000 человек предпринимателей. Это очень большая сила. В свое время на Юрзе работало 5000 человек. То есть это очень большое количество людей. Если каждый предприниматель со своей семьей выйдет и будет доказывать свою точку зрения или требовать от власти, то это очень тоже большая сила. Поэтому я призываю всех предпринимателей. Вы посмотрите, вот 20 торговых точек, грубо говоря, 50 предпринимателей. Посмотрите, что смогли сделать. То есть площадки поставили, три площадки, которые стоимость очень большая. По нынешним временам, я думаю, что там под 300 тысяч гривен. Со всей инфраструктурой, если посчитать. То представьте, если бы все предприниматели, мы, допустим, каждый по мере своих сил и возможностей внесли бы какую-то лепту в это дело. Мы бы тут сделали такой парк, что нам бы завидовал Диснейленд. Поэтому я вас призываю объединяться. У нас будет создан при исполкоме торговый отдел, который будет, по крайней мере, вести учеты на этих предпринимателей, чтобы мы могли их собрать, позвонить, пригласить куда-то, чтобы они были защищены. Если у вас есть какие-то проблемы предприниматели, вы обращались. У нас есть контактная группа, совет предпринимателей при исполкоме. Если у вас есть проблемы, обращайтесь к нам, мы будем помогать. Ну и от вас мы ждем взаимности. Не так, что у нас в городе из двух тысяч предпринимателей, только, грубо говоря, 20-50 человек что-то делают. Либо ямы бетонируют, либо еще что-то делают. Понимаю, что не у всех доходы высокие и все остальное. Но каждый может по мере своих сил и возможностей помогать. Есть у тебя там 50 гривен, тебе не жалко. Ну дай 50 гривен и сделай что-то для детей. Не можешь дать денег? Приди хотя бы на уборку территории, помоги физически. Поубирай парк, поубирай мусор. Это все равно будет проходить. Или будет полить деревья, если у тебя там вода дома в огороде, в колодце есть. То есть каждый пусть внесет свою лепту. Если две тысячи предпринимателей захотят, это огромная сила. Так же самое касается жителей местных. Цените то, что для вас сделали. Следите за своими детьми, чтобы они не ломали, не портили. Следите за другими взрослыми, особенно, допустим, какими-то пьяными, которые пытаются поломать. У нас уже тут было, еще площадку только открыли. Уже у нас тут были случаи, выкручивали гайки, болты. И кому надо 4 болтика, которые стоят 10 рублей от силы. Ну, вот находятся такие люди, которые... Я прошу жителей, которые тут гуляют, не давать таким людям ничего, портить имущество. Это же наше общее имущество ваше. Оно все бесплатно. Дети приходят из малообеспеченных семей, которые не могут себе позволить пойти в тот платный парк на карусели. Здесь отдыхают. Поэтому попрошу, чтобы не ломали, ценили. Ну, а жителей местных попрошу еще поливать, может быть, деревья, чтобы они быстрее разрослись, чтобы у нас тут был тенек. Я думаю, что года 3-4 и будет тут хороший такой лес, будет тень, будет все как у нас красиво. Предприниматели оплачивали проект парка. Детальный план. На проект у нас, кстати, у городских властей денег пока нет. Он почему-то очень дорого стоит. Но детальный план мы оплатили. И там уже есть очертания этого будущего парка. Тут расширение дорожек планируется. Там елка в центре планируется, голубая, поставить, чтобы можно было Новый год проводить. Аллея славы героям АТО там планировалась. Высадка деревьев всяких разных, и елей, и цветов. Это все в перспективе. То есть, я не знаю, когда у нашего города будут деньги. Ну, допустим, предприниматели бы могли бы что-то еще сделать. Допустим, какие-то дорожки поделать здесь, чтобы для удобности. Ну, опять же, если бы не было у нас этих, от нашей власти, каких-то палых колес. Один из последних примеров я вам приведу. Ну, ладно, там этот детальный план мы оплатили и сделали. Сейчас нам надо теперь огромный пакет документов предоставить, чтобы Пожарова взяла на баланс эти площадки. Ну, это мы предоставим. Но когда нам уже выставляют счет, понимаете, за то, что мы испортили тут, оказывается, пока устанавливали 4,5 метра упорядкованного газона, и должны его компенсировать. Ну, это уже как бы не совсем правильно, я считаю. И как нам делать тогда дорожки, если мы газоны попортим, упорядкованные, чтобы можно было колясками спокойно ездить и на каблуках ходить. Ну, это вот один из таких примеров нашей власти, который надо упрощать, я считаю, эти бюро практически все перепоны, потому что они не способствуют развитию и предпринимательства, и какой-то структуры в нашем городе. Попрошу милицию нашу более как бы ответственно относиться к своим обязанностям. Я знаю, что патруль запустили здесь, вроде должен ходить. Ну, здесь рядом опорный пункт. Я думаю, что милиционерам не составит особо труда, особенно в вечернее время. Проходите, смотреть, чтобы здесь был порядок, и чтобы не распивались спиртные напитки на лавочках, и не ломались пьяными подростками, допустим. Эти объекты детские. Ну, это перспектива, хотел бы еще сказать, развития этого парка. Ну, мы еще с предпринимателями, значит, с нашей группой инициативной. Осталось нам доставить, как бы, по центру мы сделаем такой красивый стелу, стелу такую красивую. На самый верх поставим прожектора, чтобы освещение было и ночью, чтобы меньше было все-таки попыток нанесения ущерба имуществу. Ну, и сделаем там красивую вывеску тех предпринимателей, которые помогли городу. Пусть люди читают и знают их в лицо. Также поблагодарим гражданей, которые участвовали, помогали нам, какие-то деятели. Ну, а у нас участок позволяет здесь еще добавлять очень много объектов. Вы специально ее разместили так ближе к стоянке. И теперь, если в эту сторону, еще можно еще такой же городок один поставить, если не два. Ну, и то же самое касается и маленькой детской площадки, спортивных площадок. У нас были пожелания тут от людей поставить теннисные столы, баскетбольную площадку тут сделать, футбольное поле там кто-то хотел из детей. Здесь люди обращались к нам, чтобы поставили зонтики какие-то, пока нет деревьев высоких. То есть перспектива есть, и всех предпринимателей я приглашаю поучаствовать в этом. И помочь, то, что люди просят, сделать им. Мы все равно жители. Те же предприниматели, они тоже жители города. У них тоже есть дети. Они тоже хотят отдыхать вечером. Ну, и лишь именно в этом районе. Потому что идти нам через весь город в будни. Я был в будни в том парке старом. Там практически никого нет. То есть если на выходные еще туда кто-то приходит, то здесь у нас постоянно, каждый вечер, куча детей. Сотни человек отдыхать. Я считаю, что этот парк очень перспективный. И городские власти должны вкладывать сюда и силы, и деньги, и желания. И предприниматели будут им всячески способствовать и помогать. Ну, как бы спасибо всем, кто участвовал еще раз. Дорогие желтоводцы, я хотела бы всех поздравить с открытием этого прекрасного парка. Я думаю, что таких парков в нашем городе будет еще не один. Все, которые пришли на этот праздник, детки, взрослые, в восторге, игры, выступления. Очень жаль, что мы никого сегодня не увидели из представителей официальных наших местных властей. Хотелось бы, чтобы они тоже с нами поучаствовали в этом празднике. Наталя Володимировна, а вы запрошивали міськую голову представителей виконкому на открытие? Да, так, запрошивали, да, они знали, мы запрошивали. Мне очень хотелось бы, чтобы они и правда увидели, что нужно городу. Нужен тут был вот такой супермаркет, все-таки тут нужны парки, детские майданчики. Дети довольны, дорослые довольны, мы тоже очень довольны. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok